Черри расширяет премиальную электрическую линейку Exit Xlantix. К седану S присоединился кроссовер ET. Его производство уже началось в Китае и вскоре он выйдет на рынок. Xlantix — это суббренд марки Exit, принадлежащий Черри. Линейку в Китае назвали Стера, а имя Xlantix оставили для экспортных рынков. Компания уже огласила некоторые характеристики Xlantix ET. Пятиместный кроссовер базируется на платформе E0X. Эта платформа была разработана компанией Черри специально для электромобилей и последовательных гибридов с увеличенным запасом хода. Ее особенности — наличие пневматической подвески, мощная вычислительная система и новинка получат 800-вольтовые силовые установки с быстрой зарядкой. Кроссовер будут выпускать с тремя емкостями батарей. Начальную комплектацию питает железо-фосфатный аккумулятор от Fendreams, дочерней компании BYD. Его емкость составляет 66 кВт-часа. Такая батарея устанавливается на заднеприводное исполнение мощностью 252 л.с. Заявленный запас хода такого Xlantix ET составляет 550 км по китайскому циклу CLTC. Следующий вариант кроссовера представлен тяговой батареей от компании CATL. Речь идет о новом поколении аккумуляторов, которые сочетают в себе железо-фосфатные и никель-марганец-кобальтовые ячейки. Это компромиссное решение, которое позволяет увеличить плотность энергии и морозостойкость тяговой батареи, при этом сохранив невысокую цену производства. Емкость такого аккумулятора составляет 79,9 кВт-часа. В связке с одним электромотором на задней оси мощностью 313 л.с. его полного заряда хватает на 650 км. Эта же батарея доступна и для полноприводной комплектации с двумя электромоторами мощностью 480 л.с. Такой Xlantix ET проезжает на одном заряде 550 км. Третья батарея – никель-марганец-кобальтовая от компании CATL. Ее емкость составляет 97,6 кВт-часа. В связке с 313-сильным электромотором на задней оси его запас хода достигает 760 км. по циклу CLTC. А полноприводный вариант с отдачей 561 л.с. может проехать на полном заряде батареи 655 км. Автомобиль достаточно большой, но при этом пятиместный третьего ряда у него нет. Его точные габариты составляют длина 4955 мм, ширина 1975, высота 1698 при колесной базе 3000 мм, колесные диски от 19 до 21 дюйма. Дизайн автомобиля можно охарактеризовать как футуристично-минималистичный. Его разрабатывал Пьер Луиджи Феррари, работая с такими компаниями, как Феррари, Пенинфорина, Чанган и Саик. Он предоставил X-Lantix ET уникальные функции, такие как большие интерактивные светодиодные элементы в переднем бампере, их в компании называют Cyber Butterfly, позволяющие водителям в буквальном смысле выражать себя на дороге. В числе особенностей Exit X-Lantix ET стоит выделить скрытые ручки дверей, что способствует созданию футуристичного образа машины и одновременно улучшает ее аэродинамические характеристики. Все двери имеют безрамочную конструкцию, на крыше установлен спойлер, есть диффузор. Внутри электрокроссовер X-Lantix ET тоже оформлен в духе минимализма. Руль имеет овальную форму, физические кнопки присутствуют по минимуму. Центральной консоли как таковой нет, что создает ощущение объема. Салон кажется весьма просторным. Панель приборов выполнена отдельно, а дисплей мультимедиа установлен с эффектом парения. Полные характеристики и цены Exit X-Lantix ET еще неизвестны, ведь модель не вышла в продажу даже на домашнем рынке. Продажи нового кроссовера от Cherry на родине начнутся в первом квартале 2024 года. До конца года планируется наладить экспорт модели. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.